Дорогие друзья, я вас всех приветствую. У нас для вас отличная новость. Некоторые уже люди успели заметить, некоторые, может быть, не знают, но мы переехали в новый большой сервис. Для чего мы это сделали, я расскажу вам сейчас. 1 октября мы приехали в это новое помещение. Во-первых, это помещение теплое, гораздо теплее, чем оно было у нас до этого. Второе, оно очень светлое, здесь очень много света. Просторное помещение, в нем больше места, чем в предыдущем. Мы двигаемся вперед. И самое главное, у нас будет оборудовано больше рабочих мест, нежели в том, чтобы принимать ваших квадроциклов еще больше, делать вам не затягивать, поскольку объем работы у нас растет постоянно. Поток клиентов, клиентская база расширяется. Друзья говорят своим друзьям, чтобы покупали квадроциклы. Они вместе начинают кататься и увеличиваются в геометрической прогрессии. И тот сервис не позволял обработать тот объем квадроциклов, который уже накопился. И в связи с этим возникла потребность увеличить количество рабочих мест. Вот. Здесь этот сервис позволяет. Теперь будем всю вашу технику еще больше можем принимать, еще качественнее будет ремонт. Все мы это делаем для того, чтобы вы получали кайф, чтобы гарантировать вам максимально сроки такие, не затягивать. Мы не спешим, делаем качественно, чтобы не затягивать, чтобы одновременно в работе было много единиц. Что здесь еще новенькое? Это сэндвич в панели, теплый гараж, как я сказал, бокс. Давайте пойдем немного посмотрим, как у нас вообще все организовано. Вот это у нас ездные ворота. Они специально сделаны в такой небольшой проем, чтобы не выпускали много тепла. То есть загнали квадроцикл, все закрыли и как бы все остается тепленько. Увеличие количества стеллажей. Вот там у нас хранятся запасные части, тюнинг и так далее. Также у нас там есть здание еще одно. Там хранится тоже много запчастей, резина, там всякие большие кофры и так далее. И мы организовали несколько рабочих мест. Вот такие столы. Привезли, купили еще дополнительно. Теперь у каждого работника есть стеллажи. Тут выкладываем им... Вот пришел, например, на неделю расписано три квадроцикла одного работника. Значит, мы ему выдаем три выноса, три комплекта шнуркелей, все по списку. И он уже знает все. Вот так три рабочих места у нас организовано. Там у нас организован пресс и так далее. Далее, сейчас мы в процессе. Мы переехали всего лишь там недавно. Еще тут будет организовано еще два рабочих места. То есть, будет у нас полноценных пять рабочих мест. И мы будем здесь делать ваши квадроциклы. Сделали освещение с помощью светодиодных фонарей. Хорош. И теперь хороший свет. Если будет не хватать, будем добавлять. Сделали вытяжку. Сейчас проложим здесь на трубы. Будем одевать, чтобы зимой квадроциклы вообще не стояли на улице. Не выгонять их, чтобы было все сухо, тепло, комфортно. Все, опять же, для комфорта. А также у нас появился санузел. Комната для персонала, для ребят. Теперь они могут спокойно там покушать, отдохнуть. Также у нас появился офис. Можем вам показать. Если, например, вот вы там какие-то дела можете поделить. Или вот, например, приехал к нам сегодня человек. Раньше не рассчитал время. А ему еще колеса не перебули. Пожалуйста, мы там посидели, попили чайку, пообщали. Чтобы не сидеть на квадроциклах. Оборудовали небольшой офис. Здесь у нас есть раздевалочки, небольшие вещи. Здесь вот зона отдыха как раз для нас и как раз для наших клиентов. Можно стол, чай попить. Здесь у нас будет висеть телевизор. Можно будет скоротать время. Сейчас придет телевизор на днях, повесим. Здесь у нас колонка. Музыку можно послушать. Это наши рабочие места. Здесь составляются все списки. Заказываются запчасти и так далее. Вот. Можно здесь будет... Кстати, Алексей сейчас будет снимать тест амортизатора Фьюэль. У него на канале. Вот. Вы видите. Он хочет вам показать интересную информацию. Здесь мы будем проводить прямые эфиры. У нас до этого вот штативы, лампы. Вот это все. Скоро. Не упустите. Будем почаще выходить прямой эфир. Ну, комната, ребята. Что там? Не будем у нее. Она закрыта. Не будем пока. Там санузел у нас. Тоже ничего интересного. Вот. В общем, такое новое просторное помещение. Теперь можно уже оставить прицепы. На той территории у нас было небольшое. Там можно было оставить один-два прицепа. У нас было определенное с вами там место. И больше не могли оставлять. Теперь, в принципе, кто приезжает, кому нужно прицеп оставить. Ну, в принципе, можно. Есть для этого. Позволяет место и так далее. Можно спокойно там. И на той территории было суматоха. Потому что мы находились одновременно с сервисом авто. И там постоянно было движение машин. То есть клиент не мог спокойно оставить прицеп, приехать, разгрузиться. Все время подгоняли. Короче, уезжай, выезжай. Теперь вы заехали на территорию. Можете спокойно расчехлить там свой прицеп. Выгнать квадроцикл. Рассказать, что вам надо. Никакой суеты не будет. Потому что никто нас беспокоить не будет. Так что вот попытался вам объяснить про нас сервис. Самое главное скажи про сервис. У нас здесь есть? Что? Охрана. А, да. Квадроциклы вашей безопасности. У нас есть много степени охраны. Несколько там подключено. Пультовая вневедомственная охрана и так далее. Все четко. Теперь мы более спокойны за вашу технику. Потому что там все-таки, грубо говоря, камеры были. А охрана по факту. Там был охрана, там человек был и так далее. Но здесь это все более современно. Все. Да, да. Видеонаблюдение. Сейчас заказали еще несколько камер. Мы здесь повесим. Да, у нас сейчас идет. Но и так здесь вот датчики, камеры все увешаны. В общем, здесь высокой степени. Ну, хотя бы спокойнее стало нам на порядок. В общем, как подведем итог видео. Мы, как вы знаете, кто за нами давно следит. Кто недавно, тоже сейчас расскажу. Изначально мы с Алексеем. У нас есть два канала на YouTube. Мы купили гепарды когда-то. Я в 2018 году. Алексей еще раньше владел. В 2017, по-моему. Мы начали снимать контент. Двигаться в этом направлении. Дальше пришли к тому, что надо открыть сервис. Одновременно так получилось как-то. Ну, мы общались с Алексеем. И он открыл, и я тоже открыл. У себя там в разных. Он в Москве был. Я открыл в Подмосковье. Мы общались там. Плотно друг с другом сотрудничали. Я какие-то к нему квадроциклы направлял. Он там ко мне каких-то там. Когда я не успевал, например. Да, и мы так нормально сотрудничали, в общем. И мы как-то в один момент договорились, что надо делать, короче, дело. Надо открывать. И вот уже был ролик где-то полтора года назад, как мы въехали в новый большой топ-сервис. Из гаражей, грубо говоря, переехали. Повысили уровень. Сейчас мы уровень еще повышаем. То есть каждый год примерно, да, полтора, мы повышаем уровень. И будем дальше для вас развиваться. Здесь помещение, территория располагает к тому, чтобы делать развитие. Поэтому мы не останавливаемся. Мы будем улучшать. Мы будем закупать дополнительное оборудование. Сейчас выпущу ролик. Мы начали плотно очень заниматься квадроциклами БРП. Скоро будут все диагностики, компьютеры и так далее. Уже куча БРП в работе. 23-х годов переделали просто уже. Очень много. Есть по ним понимание, информация и так далее. Так что, друзья, всем спасибо, кто за нами следит, поддерживает. Мы для вас развиваемся, стараемся. Открыли новый сервис. Всех ждем. Напомним. Стелс Гепард, если у вас. Новый, старый, неважно. Любой ремонт, тюнинг, доработки, индивидуальные проекты. Звоните, пишите. БРП, пожалуйста. Одесс, ЦФ, РМ. Все что угодно. Двухцилиндровые вот эти двигатели однотипные. Это все к нам. Все, звоните, пишите. Все телефоны внизу обязательно. Наш сайт. Там на сайте уже новый адрес. Значит, телефон мой. Телефон Алексея. Ватсап пишите. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. Все соцсети. Я начал в Телеграм ввести. Там тоже появилась функция. Я купил премию аккаунт. Сторис выкладываю. Инстаграм веду, ВКонтакте выкладываю. Теперь Яндекс.Дзен подключил. Кто сидит в Яндексе, подписывайтесь. Там постоянно выходит информация. Все, друзья, спасибо. Все. Если что, звоните. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.